Линейка Xiaomi Redmi уходит с рынка. Нет, не сами Xiaomi уходят с рынка, а лишь линейка Redmi. Я сам являлся обладателем Xiaomi Redmi многих моделей. Как сообщает китайский техноблок о китайской продукции, руководитель и основатель компании Xiaomi решил выделить линейке Redmi свой бренд. То есть они решили запихнуть линейку Redmi в отдельный бренд. Ну и что вообще это значит для нас? Хорошо это или плохо? Я думаю, что это скорее более хорошо, нежели плохо. Потому что отдельный бренд это всегда означает то, что компания будет привносить что-то новое, чтобы удивить своих будущих покупателей, соответственно фанатов. Чтобы завоевать их доверие, уважение и лояльность. Они будут вынуждены делать на топ уровне, как это было с Pocophone F1. Для нас все понятно, для нас будут стараться, мы будем покупать за небольшие деньги вот такие вот смартфоны. Что это значит для самой компании? Я видимо понимаю для чего Xiaomi это делают. Это чисто китайский прием. Создай тысячи товаров, продай их дешевле и пусть американцы продают один товар, но дорого. Ты будешь иметь тоже такую пример на прибыль. Создай много компаний, захвати большую часть рынка. Сам основатель компании Xiaomi объяснил разделение брендов так. Мол, Xiaomi линейки Redmi предлагает покупателю бюджетные устройства. В другом случае линейка Mi предлагает покупателям высокотехнологичные флагманские устройства. Таким образом у компании будет три подразделения, которые будут заниматься каждый своим делом. Одни будут создавать бюджетники, другие флагманы, третьи середнячки. Каждый будет ориентирован на своего покупателя. Да, данная стратегия похожа на политику компании Huawei. Они в свое время тоже разделили свои подразделения на Huawei и дочернюю компанию Honor. Последние в своем случае дарят миру бюджетные устройства, в то время как первые радуют нас высокотехнологичными флагманскими девайсами. Презентация нового бренда Redmi состоится уже 10 января 2019 года. Как заявляет авторитетный источник, у нового девайса камера будет составлять 48 мегапикселей. Презентация состоится в Пекине в 14.00 по местному времени. По Москве это 9.00. Данная же презентация даст старт Redmi как отдельному и самостоятельному бренду. Я рекомендую подписаться на мой канал, потому что на нем выходят все самые свежие новости, новинки в мире технологий. Все, манчики, на связи.